Всем привет, с вами как всегда канал AxlRage и вы смотрите третий выпуск лучших игр на прекрасную консоль Sega Dreamcast. В этом топе я собрал игры, которые нравятся мне и в которые мне интересно играть, и с вашим мнением они могут не совпадать. Ничего страшного в этом нет, поэтому не стоит с пены у рта писать и доказывать, почему нет ваших любимых игр. На то он и мой топ, а не ваш. Если вы еще не смотрели предыдущие два выпуска, то рекомендую ознакомиться с ними. Ссылочка на них сейчас появится в правом верхнем углу экрана. Перед тем как я начну, попрошу вас поставить лайк, а также подписывайтесь на мой канал. Это очень сильно помогает развитию. Вам нравятся survival horror? Тогда вам точно стоит поиграть в Resident Evil 3 Nemesis, разработанная японской студией Capcom и выпущенная в 99 году на PlayStation, а через год добралась и до Dreamcast. Сеговская версия содержит улучшенные модели персонажей, дополнительные костюмы, а также мини-игру наемники, в которой на время устраняем зомби. Так же как и в Resident Evil 2, карта памяти показывает на экране уровень здоровья персонажа. Познакомился с этой игрой я в начале нулевых, именно на Sega Dreamcast. Играть один я боялся, Nemesis не давал покоя моей детской психике. Поэтому пришлось позвать друга, с которым благополучно в итоге мы и прошли игру. Третий Resident остался в моей памяти на всю жизнь, так как это настоящий шедевр в жанре survival horror. Даже сейчас играется Resident Evil 3 отлично. Игра однозначно прошла проверку временем. Да даже графика вполне себе симпатична, если не приглядываться с лупой у экрана. А боевка и сюжет так и вообще, я считаю, эталоны для всей серии. Следующая игра также про зомби и даже является спин-оффом серии The House of the Dead. И это Zombie Revenge, разработанная студией Sega в 99 году для игровых автоматов из Sega Dreamcast. Кстати, не все знают, но на ранней стадии разработки имела название The House of the Dead Gaiden. Сюжет во многом схож с серией The House of the Dead. Мы играем за агентов Академии АМС, отправляемся в город, где проводились эксперименты с секретным оружием. И все вышло из-под контроля. Зомби заполонили все и вся. Наша с вами задача уничтожить всех зомбарей и предотвратить апокалипсис. Да, завязка не самый сильный конек игры, мягко скажем. Мы будем показывать карате мертвецам в ближнем бою. На средних и дальних дистанциях придется уже расстреливать недругов. Довольно неплохая в целом игра, пусть и немного кривоватая. Если вам нравятся игры в жанре beat'em up и survival horror, то стоит поиграть в зомби-ревенж. В какие яркие приключенские игры стоит поиграть? Начну с Эка The Dolphin Defender of the Future, разработанная Аполлуса Интерактив в 2000 году. Геймплейная игра очень похожа на предыдущие части серии, за исключением трехмерной графики. У нас также две шкалы, запас здоровья и кислорода. Врагов, как и раньше, приходится тыкать носом на ускорение. Те, кто играл в Эка Дельфина на Сеге, будут себя чувствовать как рыба в воде. Конечно, придется какое-то время привыкнуть к трехмерной графике, но это наживное. Адаптация проходит довольно быстро. Вот новичкам придется уже посложнее, ведь Defender of the Future унаследовала довольно высокую сложность у своих предшественников. И многих игроков именно сложность отпугнула в начале нулевых. Но если вы закаленный боец и готовы разбираться, то я рекомендую поиграть в эту жемчужину Sega Dreamcast. Игра поразит вас великолепной графикой и очарует музыкальным сопровождением. Далее идет игра куда легче Дельфина Эка. Donald Duck Goin' Quakers, разработанная Ubisoft в 2000 году. Представляет из себя яркий и довольно несложный платформер, где мы играем за Дональда Дака. По геймплею игра очень напоминает о ранней части Crash Bandicoot с поправкой на облегченную сложность. Goin' Quakers буквально с первых секунд влюбляет в себя красивыми декорациями. И хоть и простеньким, но увлекательным геймплеем. Это тот редкий случай, где минимализм работает на все 100%. Уровни хоть и линейные, но на каждом спрятано по несколько тоников. Я почти уверен, что найти все у вас не получится с первого прохождения. В конце каждой главы, которая насчитывает несколько уровней, будем сражаться с боссом. Битвы с которыми обставлены по уровню исполнения, как в трехмерных играх про Марио. Увлекательно и несложно. Каких-то серьезных проблем на них у вас не должно возникнуть. Я очень люблю эту игру, проходил ее на Dreamcast и на PlayStation 2. Но на Dreamcast мне нравится все же чуть-чуть поболее. За счет своей красивой графики. Вам нравится гонять на роликах и скейтборде? Тогда на Dreamcast для вас есть пара таких игр. И начну с Jet Set Radio, разработанной студией Smilebit в 2000 году. И перед нами первая игра, в которой используется технология Cell Shading. Место игры разворачивается в трех районах Токио. Сибуя, Бентен и Коганы. Где нам предстоит сталкиваться с конкурирующими бандами. Удирать от полиции и конечно же кататься по перилам и рисовать граффити. В начале игра покажется вам наверняка довольно сложной. Да, она действительно не из легких. Но освоившись, начинаешь понимать, как устроен мир игры и что от тебя хотят. В начале нулевых я прошел Jet Set Radio с превеликим удовольствием. Игра настоящий прорыв своего времени. Высочайшие оценки и множество наград тому подтверждение. Даже сейчас смотрится игруха прикольно и как минимум необычно. А еще в ней прекрасный саундтрек, который идеально вписывается в картину происходящего на экране. Далее идет лучшая спортивная игра в истории видеоигр. Tony Hawk Pro Skater 2. Ее оценка на Metacritic составляет высочайшие 98 баллов. Многими издательствами входит в десятку лучших игр за все время. Разработала игру студия Neverso в 2000 году. Перед нами тот редкий случай, когда даже если тебе не нравится этот вид спорта, то игра затянет тебя с головой. Так было и со мной, и моими друзьями. В Tony Hawk Pro Skater 2 мы играли дни напролет. Соревновались, кто больше заработает очков и проходили сюжетную кампанию. Хотя в жизни ни я, ни друзья даже не стояли на доске. Феномен заключается в том, что по геймплею игра удивляет и приносит новый экспириенс. В купе с блистательным звуковым сопровождением максимально долго удерживают перед телевизором. Поиграйте обязательно в Tony Hawk Pro Skater 2. В какие экшены от третьего лица стоит поиграть? Начну с Red Dog Superior Firepower. Разработана студия Argonauts Games в 2000 году. Эксклюзивно для Sega Dreamcast. Перед нами необычный боевик. А необычный он тем, что играть предстоит за боевой джип, напичканный арсеналом по самой неболой. Ракетницы, пулеметы, защитные щиты. Игра довольно сложная, а местами хардкорная. Поэтому приготовьтесь к сложному и опасному приключению по множеству локаций. Одна из главных сложностей игры – это управление. Освоить боевой джип не так-то и просто. Плюс надо не забывать пользоваться защитными щитами, маневрировать, прикрывать тыл и, конечно, стрелять по врагам. Особенная игра придется по вкусу фанатам танков. Здесь нужно думать, как грамотно вести бой. В целом вышла крепкая игра с хорошей графикой и отличной физикой. Следующая игра про популярного персонажа комиксов Спауна. Spawn in the Demon's Hand. Была разработана студией Capcom в 2000 году. Игрушка должна была выйти также на старте PlayStation 2. Но что-то пошло не так. В итоге Спаун остался эксклюзивом игровых автоматов и Dreamcast. Игра является экшен с элементами биты мапа. Здесь нет привычной кампании с уровнями и боссами. Вместо этого мы сражаемся на турнире на выживание. Бьем ботов, а также других персонажей. В конце побеждаем финального босса. После победы мы открываем нового персонажа. Всего в игре их 36, 12 из которых доступны сразу. Также можно сражаться друг против друга на аренах до 4 игроков. Для кампании игра заходит на ура. Да и пооткрывать новых персонажей весьма интересно. Спаун получила довольно средние оценки. В основном из-за отсутствия онлайна. Во всем остальном это шикарный боевик, который способен увлечь не на один вечер. Любите файтинги? Тогда вам точно стоит поиграть в Death of Alive 2. Разработана студией Team Ninja в 99 году. Один из лучших аркадных файтингов. Мне игра очень напоминает серию файтингов Virtua Fighter. Только Death of Alive, как по мне, более динамичный и интересный представитель жанра. Битвы происходят на многоуровневых локациях, на которых можно скидывать соперника сверху вниз или пробивая неприятелям стены. С Death of Alive в детстве я познакомился раньше, чем с Soul Calibur. Помню, насколько сильно меня зацепила графика, заставки и игровой процесс. Казалось, что ничего круче уже не может быть. Следующая игра Marvel vs Capcom 2, разработанная Capcom в 2000 году. Одна из главных фишек этого файтинга – возможность сражаться 3 на 3. Персонажи выполнены в традиционно двухмерной анимированной графике, используя спрайты. Тогда как задние планы и визуальные эффекты выполнены в 3D. В детстве играл в неё без какого-то интереса и не понимал всей крутости франшизы, пока не подрос. Это уникальный файтинг, в котором можно провести много времени. Вот таким вышел третий выпуск лучших игр на Sega Dreamcast. Надеюсь, он вам понравился и вы ждёте четвёртый выпуск. Пишите ваши комментарии, я буду на них отвечать. Всем до новых встреч и смотрите AxlRage! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!